дорогие друзья всем доброе утро приветствую всех на духовном завтраке скоро праздник пасхи день когда мы будем вспоминать то что сделал христос для всех людей вспоминать его подвиг чудо божественного вмешательства в нашу историю христос воскрес из мертвых и в эти дни хочется особенно помышлять о господи о христе и на сердце у меня текст из послания евреям вторая глава хочу здесь несколько строк прочитать и здесь автор послания рассуждает о превосходстве христа данном отрывке рассуждение идет о превосходстве христа над ангельским миром и в девятом стихе находим такие слова но видим что за претерпение смерти увенчан славы и честью иисус который немного был унижен перед ангелами дабы ему по благодати божией вкусить смерть за всех удивительно что славою и честью иисус увенчан за претерпение смерти нередко люди хотят достичь чего-то значимого в жизни абсолютно не желая платить за эту цену так много людей смотрят на каких-то успешных людей успешных служителей и кажется как легко они живут но на самом деле за каждым видимым успехом всегда есть какая-то обратная сторона мы видим что в деле спасения благословение которое общее для нас всех была заплачена цена за претерпение смерти увенчан славу и честью иисус иногда божий почерк прослеживается прослеживается в том что как сказано здесь христос по благодати божьей вкусил смерть за всех вот действительно то что наверное не назовешь успехом по нашим земным меркам вкусить смерть за всех а это и есть благодать божья так часто благодать который сегодня хвалится люди она заключается в том что когда люди воспринимает это как повод для вседозволенности или вольномыслия или какого-то поведения которое игнорирует устоявшиеся уже принципы но мы видим что часто благодать божья на сокрыта как раз таки в том пути которым христос прошел у каждого из нас свой путь каждый платит свою цену но достичь чего-то значимого в жизни как правило не получится прежде не заплатив за это достойную плату итак друзья пусть то что христос совершил тот путь которым он прошел поможет и нам не переживать и за трудности которые мы встречаем не боятся того что иногда даже по благодати божией нам надлежит вкусить какие-то страдания вот не будем пренебрегать этой частью жизни уготованы нам бога но во всем будем его прославлять и учиться подобно христу совершать то для чего бог нас призвал будьте благословены во имя иисуса христа аминь